МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Работа со зворотами старшиня Гомельского обл. Геннадий Соловей провел у ВЕЦИ промою телефонную линию и прием граждан. На узровень высшей у Гомельского училища Олимпийского резерва з'явится новая тренировочная база. Виртуальная подрыхтовка до реальной службы. Наученцы Гомельского колледжа створили компьютерную гульню одной че у армии. Город, який по уставу с руин, сдымки послевоенного Гомеля представили на фотовыставе. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Старшиня Гомельского обл. выконка Магина Цоловей провел сегодня у ВЕЦИ промою телефонную линию и особистый прием грамадян. Правда, махчимостью напрямую звернуться до губернатора скористалися не только жихары района. Об огученных проблемах и принятых решениях материал наших корреспондентов. Первый звонок поступил с Гомеля. Жихарка одного с домов по улице Кирова поскарделася на коммунальные службы. По ее словах, жихарам пропоновали оплатить работы, які по час капитального ремонту будинка не выконывалися. Пытание берется на контроль. Ситуацию выучить с комиссии обл. выконкамы. После чего будет принята кончатковое решение. Наступная огученная проблема выращается одразу. Жихары в улице Першамайской, а городка Хальч скарделся на незадовольняющее вуличное осветление. С нескольких десятков вуличных лехторов працуют только два. Як выник ранецой и у вечера, дорога, по якой рухаются пешеходы, практически небачная. Можно как-то посодействовать, чтобы у нас свет горел? Председатель сполкома учел. Что вы говорите? Председатель сполкома слышит вас. Слушает? Да, слышит. Сказал, что зробить. Наступный звонок со Светлогорского района. Жанчина, инвалид другой группы, проживая у доме, який належит мясовому сельга с предприемству. За час выкористания будинка некольки в окна пришли у такий стан, что их дальнейшая эксплуатация стала немогчимой. Провести замену самостойно женщина не может, а господарка в допомозе отмавляет. Эта проблема так само выращается одразу. Она, инвалид второй группы, три инсульта перенесла. Рабила доярка. Отправьте вашего директора туда. Фамилию подскажите. Сапонинка. Запишите, пожалуйста. А, все ясно. Сапонник Лариса Георгиевна. Да, да. Лариса Георгиевна. Вы дайте поручение, чтобы этой женщине нас всю жизнь колхозу отдала. А то еще и... Все, спасибо, Олегович. Я поручил Гомелинерга помочь вам. Это их колхоз. Блок питаний у разлеженных под час промой телефонной линии и особистого приема тишется экономичной тематики. Работница филиалу «Рыжеский текстиль» у городским поселку Карма скаржится на низкие зарплаты. Як повысить доходы працевников на малых и нескарентабельных предприемствах, пытание совсем непростое. Среди махчимых решений, пошук додатковых заказов и сдача помешканья у аренду. Перспективы развития предприемства – пытание, якое хвалюе керавництво мясокомбината Кажалева. Сегодня больше, как 90% продукции накеровывается на экспорт. Прапрасовываются так само варианты поширения альчинных рынков сбыту. Праблемы возникли после изменения объема сыровины, якая поставляется на предприемства. Хоть решение может быть знайдено и в этом случае. Предприемникам пропоновано самим заняться вырушиванием живелы на базе одного сельга с предприемством. Недзеп раз два тыдни старшиня Аблвыконкама Геннадь Соловей сустренится с ними знову. Тогда вероятно и будет принято кончатковое решение. Сельевую зону забрать от государственного предприятия я не имею права. Там вложены государственные деньги. Я за государственную форму сектор. Но там, где есть позитив со стороны бизнеса в лице вас, мы поддержим. Выращивать пока мы еще не умеем. Не боимся, научимся. Но пока не знаем. Поэтому любое предложение, которое поступит со стороны исполнительной власти, мы, конечно же, рассмотрим. Какой-то консенсус найдем в любом случае. Олег Санчеров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, телерадио компания «Гомель», «Ветка». Спортивная подрихтовка на Новом Узроуни. Санчеровочная база профессиональные работы – это и тренажерные залы, и кардиозалы. Будут залы для фехтования, велобаза. То есть, те непосредственно направления, которые в основном культивируются сегодня в училище, здесь будут отражены. Ну и понятно, что объект находится в центре города. Очень долго к нему подступались. И, наверное, пришло время его уже ввести в эксплуатацию и сделать, скажем так, его местом притяжения всех любителей спорта и физической культуры. У бассейна уже сбудовали новый дах, демонтировали вышки. Плануют покрыть чашу полимерным материалом. Такого у «Гомеля» по куль не выкористовывали. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке, гипсокартонной перегородке. Проект находится сейчас на корректировке. При производстве работ на объекте используют экологически чистые материалы белорусского производства. Отделочные материалы, теплоизоляционные и так далее. Ввод объекта в целом к 3 июля 2020 года. Открыть учебно-тренировочные базы станет подарунком усім гомельчанам. У планах – организовать тут секции для аматоров спорта и здорового ладошиття. Евгений Кухаронак, Василь Осипцов, телерадо и компания «Гомель». Солдат, які отслужили у войсковой части 55-25, сёння проводили у запас. Тёплые развитальные ословы прогучали от командиров, ветра, но великая чинной, духовенства. И когда в военной форме юнаки отчувают себе уполнено, то перед початком обычного самостоянного життя крыху хваливаются. Тому словы-потримки для их вельми важные. Марина Джалая с подробностями. Дмитрий Дзергач по 2-го года служил у войсковой части 55-25 у Мазыры. Кажет, что у крыху от почне – тыдни-два – и приступить до працы. До армии он скончил Минский энергетический колледж и зараз молодого специалиста приймуть на посаду инженера на предприемство «Гомель Энерго». А служба покинет только добрые вспоминные. Каждый должен пройти это. Это как испытание, можно сказать, для всех. Армия много чему научила. И ценить где-то родителей, где-то жизнь свою. В принципе, учат только лучшим. Свой долг перед родимой Петр Паденежный выконвал у войсковой части 55-25 у Гомеля. До армии учился на повара. Тому и на службы ему доверили стратегичный обовязок – кормить солдат. Юнак каже, что частей за все варил перловку. С травы, приготовленные Пятром, худка сможет поспробовать любые жадающие. Молодой человек будет працевать у одним из гомельских ресторанов. В армии начинаешь ценить какие-то жизненные мелочи. Это, несомненно, урок жизненный для каждого. Мужчины. Поэтому я считаю, что нужно пройти эту школу жизни. На дворе сегодня стало больше подобное на зимовое. Але от эмоций на пляце было тепло. Молодые военнослужащие отримали подарунки, грамоты и запрошение вернуться в войсковую часть на працу по контракте. По куле шла врачистая церемония, на супрать хвалюющийся. Своих детей, братов и каханых чекали родные. Сдымали на телефон и лечили хвилины до момента, коли можно будет подойти ближе. Служили в нашей части, проявили себя с лучшей стороны. За время прохождения службы хотелось бы отметить, что все 100% повзрослели, стали настоящими мужчинами, защитниками своего отечества. Ритуал проводов с боевым стягом проводится двойче на год. Сегодня у им удельничали 106 военнослужащих с Гомельской, Брестской и Могилевской областей. Марина Джала, Юген Макенко, Телера до компании «Гомель». Подрихтоваться до службы у реальной армии можно виртуально. Юные программисты из Гомеля створили уникальную гульню. Ее главный герой – солдат терминовой службы. У виртуальной просторы разгортывается и его житие и пригоды. У проекте множество мини-гульняв. Гонки на танках по пересеченной мясцовости, экзамен на краповый бярет, стрельба, одиноборство и многое іншее. Гулять можно как одному, так и у компании. Тут практически все, как у рычаисности. Гауп вахта, нарады по зачаргой. А вот до приклада и виртуальная полоса пирожкот. У реальной армии распроцовщики, наученцы колледжа Виталь Бобры и Юген Клемянкова, сами по куль не были. Тому про нюансы армейского быта учитываются у большевопытных сябров и только потом переносят информацию у режим онлайн. По куль угольни четыре этапы. У тым лику огневая подрыхтовка и танковый биатлон. В перспективе, кажутся, сухие правила разбавят армейским гумором. Компьютерный дуэт склався недавно. При этом каждый из хлопцев программированием захопляется шмат годов. С этим связаны и будущие специальности. И хоть каждый плануя працевать по профессии, перш кажуть, треба отслужить у реальной армии. До этого своей гульней закликают и одногодков. Я считаю, что армия – это хороший способ подняться в жизнь. Косить – это не по-мужски. Нужно отслужить. Я слышал, что есть что-то вроде информационных войск, те, где упор делается на программирование. Я бы хотел туда, чтобы повысить свои навыки программирования и познакомиться с новыми людьми. Пройсти гульню гуминских распроцовщиков можно будет и на компьютере, и на смартфоне. До речи до этого часа ничего подобного в плеймаркете не было. Мы это хлопцы в ближайший год выйти на международный онлайн-рынок. Сегодня на конференцию в Гомеле подвели выники деятельности областной организации «Асвод» за опошние 5 годов. А кроме того, прошли выборы нового старшини, которые означали региональную организацию на наступные 5 годов. Под обязанностей в сюжете Ганны Корольчук. Гомельская областная организация «Асвод» сегодня включая 15 выратовальных станций, 13 постоянных и 10 сезонных выратовальных постов. Жить у людей на водоемах в области оховывают коля 300 штатных работников. За опошние 5 годов областная организация «Тройчи» займала первое место в республиканском конкурсе. В спровоздачном периоде супрацовники «Асвод» выратывали 265 человек, 72 из которых неполнолетние. Удвоя скоротилась околькость утоплений у поравнаний с попередней пятигодкой. По выниках 9 месяцев 2019-х «Анаша в область» займает первое место у республицы по наименьшим покажику колькости загинувших на 100 тысяч насельниц. Такие личбы шмату, чем выник профилактичной работы «Асвод». С 60 до 70 процентов гибель происходит людей, находящихся в совершенно нетрезвом состоянии. Поэтому взаимодействие с правоохранительными органами, проведение рейдов – это все положительно сказывается на динамике снижения гибели людей. Хотел бы также отметить и средства массовой информации. Сегодня благодаря работе в средствах массовой информации, IT-технологиях, вопросах, связанных с интернет-ресурсами, мы констатируем о том, что информация, которая проводится работниками «Асвод», она достигает той цели. Приоритетами работы «Асвод» были и застаются попередживание гибели людей на водах, а, как следствие, готовность в ротовальных станций и повышение квалификации супрацовников. Так, например, за пять годов 55 водолазов у региона прошли специальную подрыхтовку с присвоением квалификации водолаз. Однако материально-техничная база станций потребует значной модернизации. Выращение этих задач у первую чергу у компетенции старшины районной организации. Александр Стельмашок, який узначалевал областный освод «Амаль-15» годов, по стане здоровья попросил вызволить его от этой посады. В ходе открытого голосования новым старшинёй обрали Паула Новика, який до этого керавал Державные инспекции по маломерных суднах у Гомельской области. Эту кандидатуру поддерживал и областный выканавший комитет. Хочу поблагодарить всех участников данной конференции, поблагодарить всех за оказанное доверие. Задачи освод, поставленные правительством и главой государства, остаются неизменны. Максимально возможное снижение вероятности гибели на воде. Поэтому мы будем этого придерживаться, работать над укреплением авторитета имиджа освода. К сожалению, немножко этого не хватает у нас, как я вижу это направление. Будем работать. Видно, что в осводе равнодушных людей нет. Каждый из них готов прийти на помощь утопающим и, рискуя своей жизнью, спасти других. Нагадаем, старшиня областной организации «Освод» обирается на термин пять годов. Кроме того, подчас конференции вызначили 22 человеки, которые будут представлять областную организацию на 13-м съезде «Освод». Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». И до уваги гомельчану в связи с необходностью проведения ремонтных работ на участку теплотрассы по улице Огаренки у Гомеле. Завтра с 8.00 до 8.00 вечера в пролеглом районе будет отключено отепление и горячее водозабеспечение. Такую информацию огучили у пресс-службе «Гомеля Нерга». Часовые неозручности будут тысячи сажилых домов и социальных объектов, размещенных на улицах Сверыдова, Олимпийской, Огаренки, Петросябровки. Подробязную информацию можно найти в офицейных группах «Гомеля Нерга» и в социальных сетках. «Гомель» 50-х годов минулого ста годзя на фотосдымках. У Центральной городской библиотецы имя Герцена презентовали выставу «Город, який повстал с друин». У экспозиции аматорские сдымки починающих фотографов, які в той часа займалися у специальном гуртку. Гэта и работы зараз належатся двум коллекционерам – Александру Веснину и Игару Штермеру. Заховальники таких исторично-значных сдымков стараются, як мага, большей колькости людей показать, які змены отбылся у обличчих «Гомеля» за перші десяти годзе пасля завершення великой чинной войны. И гэта часом приносит незвычайные, але приемные выники. Есть случаи, когда узнают одноклассников или людей, с кем ходили там, занимались в каком-то кружке в те годы. Многие люди уже где-то живут за границей. Был случай, узнали человека на фотографии. Он уже, ему 70 с лишним лет, и живет он в Филадельфии. Здесь есть присутствует человек, который узнал своего дедушку. Молодому поколению цикаво буде убачить, як змянился Гомель за 70 годов. На чорно-белых фотоздымках – люди, будинки и транспорт, плакаты и шильды. Многие места доброраспознавальны. Под кожным здымком размещаны коментары наших сучасников за социальных сеток. Гэта и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Поссорился с другом, а злость выместил на рекламном баннере. В Гомеле задержали 28-летнего зарубежного студента, который похулиганил у ночного клуба. Теперь парню грозит отчисление из вуза и депортация из страны. Инцидент произошел 18 ноября в одном из развлекательных центров Гомеля. В начале третьего ночи выпившие ребята повздорили, и иностранец о злости повредил баннер. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело. Его дальнейшую судьбу решит суд. 25 тонн зерна без документов пытались перевезти из России, но гомельские таможенники пресекли незаконные действия. Факт выявили при проведении специального мероприятия вблизи государственной границы с Российской Федерацией. Сотрудники таможни остановили для проверки грузовой автомобиль «Мерседес». В его прицепе находилось 25 тонн пшеницы. Водитель не смог предоставить весь пакет документов на перевозимый товар. В частности, отсутствовал фитосанитарный сертификат. Гомельская таможня начала административный процесс. Присвоенные гарантии влекут серьезные последствия. В производстве Гомельского городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело о мошенничестве 46-летнего жителя Речицкого района. Мужчина с легкостью дал займы 3000 долларов своему знакомому, хорошо продумав схему получения прибыли с этой договоренности. В качестве залога должник предоставил свой «Лексус» стоимостью 9000 долларов. Затем мужчины оформили документ, согласно которому «Лексус» якобы был приобретен обвиняемым. На самом же деле продажи автомобиля и передачи за него денег не было. Далее «Лексус» поместили в гараж на временное хранение третьему лицу, для того чтобы на нем никто не ездил до наступления срока возврата долга. Однако обвиняемый, не дождавшись условленного времени, втайне от должника продал его автомобиль и присвоил все деньги себе. Потерпевший долго пытался добиться двухстороннего выполнения условий договора, но в конце концов обратился в милицию. По имеющейся в деле информации, обвиняемый находится на территории России. Он объявлен в розыск. У следствия есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным эпизодам противоправной деятельности. Сотрудники Следственного комитета рекомендуют гражданам, которые могли пострадать от действий данного гражданина, незамедлительно обратиться в городской отдел СК. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский металлург укрепил свои шансы на то, чтобы остаться в шестерке лучших по итогам первого этапа чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. На выезде Столивары обыграли своего главного конкурента. Могилев открыли счет команды только на экваторе матча. Отличились хозяевам. Цели достиг бросок Каташенко. Спустя 10 минут игрового времени на старте третьего периода примерно с этой же точки забросили гости. Заломай улучшил свои бомбардирские показатели. 1-1, а дальше были безголевой овертайм и булиты. В этом хоккейном элементе гости оказались сильнее победа Металлурга. Чтобы гарантировать себе место в шестерке, Столиваром достаточно набрать один балл в оставшихся двух поединках первого этапа. 9 медалей по 3 каждого достоинства привезли гомельчане с Кубка дружбы по спортивной акробатике. Состязания проходили в Молдове в городе Тирасполь. Три золотые награды завоевали смешанные пары. Лучшими в своих возрастных категориях стали дуэты Матвей Жук и Екатерина Евсеенко, Егор Емельяненко и Анита Осадча, Иван Федоров и Варвара Короткевич. Серебро у двух женских троек. На пьедестал поднимались Ксения Халимончикова, Кристина Павлюченко и Мария Дудко. А также Ксения Ивановская, Ольга Изотченко и Анастасия Третьякова. Мужской квартет в составе Александра Концевенко, Михаила Ревенко, Ивана Морозова и Тимофея Кононовича также показал второй результат. Бронзовые награды у дуэтов в составе Татьяны Ященко и Анастасии Давид. На третью ступень пьедестала взошли также Роман Халимончик и Никита Берлин. И женская тройка в составе Софии Кожемякиной, Александра Раптуновича и Софии Гореликовой. Участие в Кубке Дружбы приняли 33 воспитанника, Гомельская из Дюшор номер 4. Завтра в Гомеле стартует и Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по увольной борьбе. Соревноваться на арене Дворца легкой атлетики будут юноши и девушки возрасте 16 лет и моложе. В части в спартакиаде примут более 30 команд со всей Белоруссии. Планируется, что наш регион будет представлен практически всеми спортшколами, которые культивируют борьбу. Гомельские, Динамовская из Дюшор номер 1 и профсоюзная из Дюшор СОЖ будут выступать на состязаниях в качестве победителей областной спартакиады. Завтра пройдут предварительные поединки у юношей и финалы 22 ноября. Девушки разыграют награды 23 ноября. Все три дня поединки будут начинаться в 10.30. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.